Добрый вечер! Еще одна возможность для нас быть вместе. Мы приветствуем вас на передаче «Христианин сегодня». И в этой передаче мы поговорим на тему, о которой ведутся разговоры, и спрашивают, и просят, пожалуйста, провести об этом несколько передач. И сегодня мы поговорим об этом. Мы поговорим о семье, о основании семьи, даже начало ее основания, о сватовстве, о нашей старой славянской традиции, которая в нашем народе, которая даже здесь в Америке практикуется нашими людьми. Но подрастает новое поколение, оно подрастает в этой культуре и спрашивают, а зачем его проводить? Зачем проводить его так, как проводили его наши родители, дедушки, бабушки? Почему бы не делать так, как это делается в этой стране, где просто встречаются двое молодых людей, один предлагает другому? И на этом весь энгейджмент, на этом все сватовство заканчивается. В нашей культуре по-другому. В нашей культуре собираются семьи, семьи невесты, семьи жениха. Семья жениха идет в гости к семье невесты. Это такое большое дело, где собирается вся родня. Если это большая родня, то это может вообще принимать очень такой торжественный вид, даже напоминать свадьбу, потому что действительно собирается очень много людей. Стоит это делать или нет? И вообще зачем его проводить? Почему бы, живя в этой стране, не принимать все обычаи этой страны? Я думаю, что стоит. И вот почему. Мы должны обращать внимание не только на то, что происходит вот именно с нами лично, но вообще то, что происходит вокруг нас. И мы видим, что современная культура уже давно объявила войну семье. Семье. Люди сожительствуют друг с другом без всяких обязательств друг к другу. Многие даже просто не женятся. Они сходятся, предлагают друг другу, совместно сожительствуют и потом точно так же быстро, как сходились, так и расходятся. Без всяких обязательств друг к другу, без всяких обещаний, без вовлечения даже родственников. И цель этого движения – свести человека на чисто животное существование, где уже нет принципов, по которым люди живут, а вот чисто животное желание какие-то, которые люди пытаются совместить или возместить друг к другу. В эти союзы рождаются дети. Дети, которые живут в страхе нестабильности, когда постоянные разводы, когда меняются папы, мамы, когда меняется обстановка в семье. Это действительно дети с нарушенной психикой, без твердого основания союза семьи безопасности, которые есть основа воспитания, начала, взросления души, особенно детской души, что является действительно очень важным. И в 18 лет они лишаются даже этого, потому что в этой стране обычно в 18 лет это еще подросток, который мало еще знает в этой жизни. Ему говорят, пожалуйста, тебе уже 18, тебе надо уже снять свой апартамент, тебе надо уже выселяться и жить своей жизнью. Эти молодые люди, эти подростки, они отлучены, отделены от опыта, от заботы, предосторожности, совета, охраны своей семьи, своих родителей, которые могли бы им что-то подсказать. И в самый сложный, опасный период их жизни, когда от принятых решений зависит так много, когда принятые решения могут иметь бесповоротные последствия, которые будут с человеком во всю жизнь, они остаются один на один с дьяволом, с этой мирской машиной, которая направлена только на одно, на то, чтобы убить человеческую душу, на то, чтобы лишить нравственности, лишить чистоты, лишить способности жить духовной жизнью. И в это опасное время молодые люди остаются один на один, без опоры совета родителей, родственников, близких, друзей, один на один. Мы видим результат этого, мы живем в этой стране, мы видим результат этого, и он ужасающий, он переходит уже и на наше общество, в котором мы живем, на наше славянское миграционное общество, и мы видим плоды этому. Поэтому происходит полное разобщение людей друг от друга, они уже ничем не связаны. И мы замечаем, что во многих семьях, или я не знаю даже как это можно назвать, ячейках общества, там уже нет ни дяди, ни тети, ни дедушек, ни бабушек, потому что если в семье постоянные разводы, приходят новые люди, какие-то могут быть долгие родственники, какие-то могут быть родственные связи, нет тех, кто должен любить, заботиться, проявлять действительно интерес, бескорыстный интерес, который может быть только в семейных отношениях, друг к другу. Мы не видим этого, люди этого лишаются, и уже нет родни, нет семьи, нет тех, которые связаны были бы кровью и должны любить друг друга не только бескорыстно, но и безусловно, безусловно, потому что мы одна семья, мы связаны кровью, мы являемся самыми близкими людьми друг для друга, и, к сожалению, этого лишаются люди. Препоузал, энгейджмент происходит только между женихом и невестой, между теми людьми, которые непосредственно встречаются. Всегда почти это, без вовлечения родителей, родни, то есть сам человек себе надумал, сам сделал, сами где-то договорились, и никто об этом даже и не знает, но, может быть, поставят на сошел-мире, чтобы окружающие люди могли узнать, что это произошло. Почему мы делаем сватовство в нашей культуре? Вы знаете, что основание семьи – это очень серьезный, это жизнеизменяющий шаг, после которого вся жизнь человека уже будет по-другому. Последствия этих решений уже нельзя вернуть. Вы не можете просто передумать, а, ну, мы передумали, давайте, как будто этого вообще и не было. Нет, это остается навсегда. И поэтому все обещания и намерения молодые люди должны высказывать в присутствии своих близких, родных. То есть это не где-то под забором договорились, давайте мы будем жених и невеста. Это не где-то в машине дали друг другу обещания, и неизвестно, сдержат они их или нет, и как вообще они к ним относятся. Это то, когда люди собирают своих самых близких – родителей, братьев, сестер, дедушек, бабушек, ближайших родственников, и в присутствии этих семей говорят о своих намерениях, о своих серьезных намерениях создать свою семью. Это приносит ответственность и серьезность в жизнь молодых людей, которые действительно и в наше время мы замечаем, они действительно молодые, когда 17, 18, 19, 20 лет – это совершенно молодые люди. И у них должно быть уже достаточно созреть сознание, понимание того, что то, что они делают, это настолько серьезно, они собирают родню и говорят в присутствии окружающих, что да, мы желаем создать семью. Создается новая семья, и поэтому в присутствии как одной, так и другой стороны звучат обещания, звучат высказывания, намерения о том, что действительно люди серьезные и хотят, чтобы у них была своя семья. Ведь подумайте, что когда люди молодые, Женя, сосоединяются не только два человека, соединяются два семейства, становятся одной большой родней. И это замечательно, это прекрасно, это очень хороший обычай, который мы должны стараться поддержать, потому что это то, что сдруживает, сближает людей, которые, возможно, никогда бы без этого и не соединились. Каждый из молодых людей, будь то жених или невеста, это продукт своего семейства. Они же не просто где-то появились неоткуда на свет, они в какой-то семье воспитывались. И поэтому очень важно узнать не только друг друга, а знать семьи друг друга. И сватовство полагает такое официальное начало соединения двух семей, двух молодых людей, которые становятся одной родней. И это замечательно, когда люди могут узнать не только или увидеть, или встречаться друг с другом, но знать большую родню, обширное родство, и это очень прекрасно. Сватовство показывает, что молодые люди уже достаточно серьезные, чтобы серьезно при окружении других людей заявить о своих намерениях. Кстати, когда мы читаем Новый Завет, мы встречаем там, что тоже было сватовство, и это было настолько серьезное дело, что разрушение сватовства было подобно разрушению брака. То есть люди относились к этому вполне серьезно. И хотелось бы сказать молодым людям и сегодня, что вы должны серьезно относиться к тому, что вы делаете. Ведь не раз бывает такое, что пройдут сватовство, уже объявят даже в церкви, с красивым букетом цветов, они выходят, поздравляют друг друга, потом проходит время, оказывается, передумали, разрушили сватовство. Но это не остается бесследно. Это очень серьезно. И поэтому, если вы считаете себя достаточно взрослыми, чтобы уже создать семью, вы должны очень серьезно подумать, прежде чем покинуть этот шаг. И вы знаете, одно дело, когда разрушается сватовство, такое вот, как проводится в нашей культуре, в нашей славянской культуре, это болезненно сказывается. Но намного было бы болезней, если бы разрушился брак, разрушилась семья. И поэтому хорошо, когда все-таки есть сватовство, и после этого есть еще какое-то время, когда можно обдумать сделанный шаг, который уже приводит человека к серьезному пониманию того, что будет в будущем. И это очень хорошо. Представьте, если бы не было сватовства, вот там как-то люди познакомились, как вот в этой культуре, о чем мы говорили, где-то договорились, без родственников, без родителей, без вмешательства тех, которые, ну, может, поумнее, могли бы подсказать что-то, потом поженились, и потом проходит неделя-два, ну, все, не сошлись характерами, и мы видим последствия того, что происходит. Это очень печально. Поэтому я бы советовал молодым людям сохранять эту традицию. Это замечательная традиция наших людей делать большое, хорошее сватовство, где сближаются семьи, где знакомятся. Это очень прекрасно. Я советую вам, пожалуйста, не забывайте это. Ну, уйдут ваши из жизни этой нашей земной, ваши дедушки, бабушки, носители древних обычай, а вы дальше их продолжайте, потому что это действительно очень хорошие обычаи. Какие еще традиции, вы думаете, мы должны сохранить? Пожалуйста, оставьте в комментариях. And, if you would like this series in English, also, please say it in the comments below. А сейчас мы прощаемся с вами. Всего вам хорошего. Пускай Бог благословит всех вас. Пускай Бог благословит всех вас.